Типичный овервотч, это когда ты включаешь аркаду без ограничений, прибываешь на кингс роу и тебе в голову прилетает гениальная идея, которую поддерживают страстные поклонники всякого рода игровых извращений, а остальные кладут на твою великолепную идею свои нерасчехленные шмайсеры. Ты пытаешься тонко намекнуть на правильный путь, но получаешь неожиданный результат. Идет отчет и ты убеждаешься в гениальности своего решения. Но быстро осознаешь, что убирать руки от клавы и мыши все-таки было плохой идеей. Окей, тебя ждет типичное для овервотча паучье противостояние. Ты наверняка видел, в какое мясное побоище превращается любой тянский конфликт по любому поводу. Здесь то же самое, паучья натура проявляется даже в пиксельных модельках. Ты понимаешь, что стоять втроем на одной, хоть и вкусной позиции, очень тупо, и убираешь десяток вражеских морг, опошащихся у твоего респа. Оппоненты поднабрали неплохой состав, в отличие от твоих чудесных тиммейтов. Ты вынужден вернуться наверх, ведь там лучший обзор, прохладнее вентиляции, ярче кульминация. Ну и там ты получаешь от противного арахнида. Полный жажды мести в сердечке и пулик в стволе. Ты еще раз заскакиваешь на исходную позицию. За три секунды ты познаешь жизнь, сущность добра, сладость зла и смысл батиного анекдота пятилетней давности. Поэтому возвращаешься к проверенной временем тактике. Нижний прострел и закрепляешь прострелом сверху. Тем самым указываешь супостату на ее место в паучьей иерархии. Итак, заняв наконец доминирующую позицию, ты на расслабоне добиваешь остальных персонажей и затаскиваешь карточку. У меня все я кончил. Клафи отец. Клафи отец.